Скандальная история, которая разлетелась громким эхом по нашей стране, вновь преподносит нам очередную порцию информации. Арест за министра обороны Тимура Вадимовича Иванова на данный момент довольно важная и острая тема для всех средств массовой информации. А значит, как только появляются новые факты или обстоятельства, это мгновенно расползается по интернету. И на этот раз в новостных ресурсах мелькают имена новых фигурантов дела, а также предположительная информация о предполагаемых коррупционных схемах. Стали известны и некоторые подробности допроса другого замминистра обороны Руслана Цаликова, который, по мнению следствия, мог иметь определенные связи с арестованным Ивановым. Об этом в свое время одной из первых успела сообщить скандально известная журналистка Ксения Собчак. Судя по информации от телеграм-канала ВЧК ГПУ, Цаликов не в первый раз дает подобного рода показания. Летом первого замминистра обороны уже опрашивали по делу о хищениях средств при строительстве главного проекта «Шойгу» – Национального центра управления обороной государства. Безусловно, отношение общественности к аресту генерала Иванова очевидно. Простой люд негодует и требует справедливости. Но что об этом думают государственные чины? Мы уже не раз слышали мнение о заместителе руководителя администрации президента РФ Дмитрия Пескова, который комментирует ситуацию максимально тактично и отстраненно. Но не так давно стали известны подробности личных отношений и даже скандалов между Тимуром Вадимовичем и никем иным, как небезызвестным Евгением Пригожиным, российским предпринимателем, основателем и руководителем группы компании «Конкорд» и частной компании «Вагнер». Об этом сегодня и поговорим. Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что стаетесь с нами. А прежде чем мы начнем, настоятельно просим вас влепить авансом лайк нашему видео и подписаться на наш канал, дабы распространить эту информацию как можно шире. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. И не забывайте про наш телеграм. Спасибо вам за поддержку. А мы начинаем. Итак, Тимур Вадимович Иванов. Россказни о том, что, возможно, уже бывший заместитель министра обороны был замечен в коррупционной истории и таким образом подпортил свою репутацию, начались отнюдь не с недавним скандалом. Слухи о том, что Иванов не чист на руку, ходили уже давно. Но то были лишь слухи. Конечно, когда человек обладает такой властью, высокопоставленным положением и влиянием, какая была, а возможно и есть у Иванова, нетрудно догадаться, что скрывать свои махинации становится куда проще. Однако общественность предполагает, что причиной, по которой вся эта скандальная история с арестом, все же всплыла наружу, стало то, что Тимур и компания кому-то перешли дорогу. Многие отмечают и то, что чиновника слишком поздно разоблачили. Спецоперация длится вот уже более двух лет, а расследования начались лишь недавно. Но зато какого масштаба рыбка попалась. Многих аж дрожь бросает. И если пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщает, что никогда ничего не слышал о якобы существующем доме на Рублевке у замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взятке, то вот средства массовой информации заботит этот вопрос куда больше. Они нарыли интересные вещи о недвижимости Тимура Вадимовича, сообщив о весьма нескромных активах. К примеру, по версии одного из телеграм-каналов, замглавы Минобороны проживал в одном из домов премиального коттеджного поселка Раздоры. Именно этот дом фигурирует в материалах дела, как адрес фактического проживания Иванова. Поселок Раздоры, в котором расположен дом, находится буквально в пяти километрах от МКАДа. Жилые здания в нем выполнены в английском стиле, из дорогого кирпича. А трехэтажный дом площадью в тысячу квадратных метров, в котором предположительно проживал сам Иванов, стоит на участке площадью в 34 сотки. Внутри все не менее скромно, а именно четыре спальные, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, кинотеатр, трасса, зоны барбекю и открытая веранда. По данным декларации за 2019 год, Тимур Иванов владеет также двумя квартирами, площадь одной из которых составляет 300 квадратов. Также с Ивановым и его женой, Светланой Захаровой, связывают некий особняк в центре столицы. Якобы оттуда после обыска и доставили Тимура Вадимовича в суд. Определенные эксперты предполагают, что подавляющая часть имущества Иванова была оформлена именно на его бывшую жену Светлану Захарову, а также на ее детей, родственников и знакомых. По слухам, 26 апреля, когда стало известно, что экс-супруга Захаровой заключили под арест, женщина в срочном порядке кинулась продавать квартиру на Арбате за символические 500 миллионов рублей. А что, разве не у всех такие есть? Всего-то полуляма. Но дальше еще интереснее. Похоже, подтвердилось то, о чем давно подозревали и многочисленные новостные ресурсы, и военкоры, а именно скандальная история общения Евгения Пригожина и Тимура Иванова. Похоже, бывший руководитель «Конкорда» в свое время имел несчастье контактировать с Ивановым по вопросам, связанным со снабжением небезызвестного Вагнера. Евгений Викторович неоднократно высказывался о Тимуре Иванове далеко не самыми лестными выражениями, из чего можно сделать вывод, что их отношения были враждебно настроенными. А ведь, как считают многие, основатель Вагнера очень хорошо разбирался в людях. Как вспоминают авторы одного из телеграм-каналов, заместителя министра обороны Тимура Иванова, Пригожин открыто назвал жулика, и, судя по всему, спустя некоторое время, обстоятельства все же подтвердили его правоту. Фигура главного армейского строителя давно приманивала на себя взгляд общественности. И никто не мог понять, как же так получилось, что именно Иванов рос в должностях, как на дрожжах. Откуда брались его несметные богатства, ведь чиновник не имел ни единого легального бизнеса, но при этом обладал недюжими денежными средствами и любил роскошный образ жизни, ни в чем себе не отказывая. Ну а про жену и приемных детей, с гражданством, как мы привыкли, зарубежных стран, так и вовсе говорить не приходится. Пригожин в свое время не раз критиковал Тимура Иванова в присутствии Владимира Путина, не особо церемонясь при этом или выбирая выражения, и даже называл замминистра казнокрадом. Еще с момента назначения Иванова заместителем Шойгу, у него моментально возник конфликт с главой Вагнера, который так и не был решен. Еще в 16-м инициатором конфликта Пригожина с Министерством обороны стал именно Тимур Вадимович, после чего их вражда активно развивалась в динамике. При этом Иванов якобы не раз организовывал уголовные дела в отношении Вагнера и людей Пригожина, всяческими способами пытаясь сорвать многие договоренности, в том числе оказывая влияние на занимавшего тогда пост начальника тыла Министерства обороны России Булгакова, тем самым подставляя Евгения Викторовича перед Шойгу и, конечно же, перед президентом. Но потом началась спецоперация, и Вагнер оказался на ведущих ролях, отчего конфликт на время пришлось замять. Но в определенный момент, что называется, былые обиды дали о себе знать, и все началось заново. О чем все закончилось, вы и сами прекрасно знаете. Если говорить прямо, знаменитый скандальный конфликт между Пригожиным и Министерством обороны был завязан именно на действиях Тимура Иванова. Об этом также сообщает одно из новостных изданий, приводя в пример известную ситуацию со снарядным голодом. В тот момент агрессивная компания Евгения Викторовича с просьбой о поставках была направлена как раз не против самого министра обороны, а именно против его заместителя, который всеми правдами и неправдами старался препятствовать снабжению Вагнера из-за личного конфликта. Более того, существует даже версия, будто именно Пригожин был инициатором громких расследований по поводу огромных богатств его визави, которые регулярно появлялись в сети. Неудивительно, что теперь говорят, будто гнев покойного главы Вагнера все же догнал замминистра Иванова. А один из телеграм-каналов сообщает даже, будто Иванов после кончины Пригожина активно предпринимал попытки заладить материальными активами бывшего главы Вагнера. Ходили слухи и разговоры, что Тимур Вадимович требовал от Пригожина-младшего передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в Центральной Африканской Республике, которые на данный момент контролируются частной компанией. Однако, то лишь слухи, а где правда, каждый решит сам для себя. Поэтому обязательно пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А мы их обязательно прочитаем. Также не забывайте влепить лайк этому видео и подписаться на наш канал, а также на наш телеграм. Спасибо вам за поддержку и просмотр, и всего хорошего.